Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 14 стихи с 1 по 11. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 14. 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 Глава 15. 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 Филипп, сходный по характеру с Фомой и, следовательно, отличающийся рассудительностью, обратился к Господу со следующей просьбой. «Господи, покажи нам Отца и довольна для нас». Конечно, Филипп хотел видеть Бога Отца интересными очами. Быть может, потому, как слышал, что такого видения удостаивались пророки. Но Христос оставляет его на путь истины и убеждает познавать Отца через себя. «Видевший Меня, видел и Отца». И под этим видением Христос подразумевает веру. Господь внушает Филиппу ненужность его просьбы, поскольку через дела, учения и саму богочеловеческую личность Христа они давно должны были познать Бога Отца. Александр Павлович Лопухин поясняет, «Видеть Отца во Христе все равно, что верить в то, что Сын пребывает в Отце, действует во имя Его, и что Отец самым реальным образом пребывает в Сыне, сообщая Ему свое могущество». Поэтому вопрос Господа Филиппу «Разве ты не веришь?» содержит призыв к вере. «А призыв этот Господь основывает на том, что Его учения и дела все происходит от Отца. За Ним по всей Его деятельности стоит невидимый Отец». Много дел божественной силы и божественного милосердия совершил Христос и во Христе Отец. Эти чудеса не только убеждают в божественности Христа тех, кто не знает Отца, но и утверждают веру последователей Христовых. И как Господь доказывает свое посланничество от Бога божественностью своих дел, так и мы, дорогие братья и сестры, будем говорить о том, что мы Его ученики, наполняя этот мир милосердием посредством наших добрых дел по отношению к ближним. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok